ПЕСНЯ Господь и Бог, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа, благословить наши занятия, помоги Господи, чтобы все, что мы слышали сегодня, было в нас через Слово Твое Святое, и все закончилось благовестием, как Ты, Господи, желаешь исполнить. Исполнить волю Отца Своего, спасти людей, так Господи нам передай это все до конца, чтобы мы это осознавали, понимали и желали спасения всем людям, потому что все потенциально люди вокруг нас, это наши братья и сестры, в Тебе, Господи и Творце, помоги. Те, кто еще не осознал, что истинное крещение в троекратном повреждении и руками истинного православного священника, даруй Господи, чтобы все осознали, неближение священников, избавь их от всего. И всех православных христиан, и нас в их числе, сподобие достигнуть небесных благ по Слову Твоему Святому, которое мы должны изучать, исследовать и наставлять друг друга идти за Тобой, Господи, Творце. Тебе слава за все, Тебе, Сын и Святой Дух. Аминь. Тебе слава за все, Тебе, Сын и Святой Дух. Аминь. Тебе слава за все, Тебе, Сын и Святой Дух. Аминь. 4 глава, 9-10 стих. Тихо. Младшая, тихо. 9-10 стих. А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Не сшедший, вы видите ее кто-нибудь? Так, давайте поработайте с ним, а то она сейчас будет тут опять мякоть, квакушка по лягушке. 9-й, 10-й стихи, еще раз читаю. А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Не сшедший, он же есть и вошедший превыше всех небес. Дабы наполнить все толкование. Говоря здесь о смирении, Павел, в пример, указывает на Христа. Как и в послании к филиппийцам, 2-й главе 8-м стихе, говоря. Как он не отказался сойти, так и вы не отказываетесь через смирение унижать себя. А что снизошел, это видно из выражения пророка. Вошед, потому что в отношении к Богу, когда говорится вошед, необходимо уже разуметь, что он прежде сходил. А о человеке еще нет. Куда же сходил? В ад. Его, конечно, называют преисподними местами земли по общему пониманию. Как говорил и Иаков. Сведете седину мою с горестью во гроб. Бытие 44.30. И Давид, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Псалом 27.1. Итак. Он сходил в самые нижние страны, за которыми уже нет ничего другого. И вошел превыше всех, над чем уже нет более ничего. И это схождение не воспрепятствовало его восхождению. Посему и вы, если смирите себя, вознесетесь. Ради того он это и совершил, чтобы все наполнить своим владычеством и силой по плоти, как по божественности. И прежде всего наполнял. Все это идет против Павла Самосадского и Нестория. Нестория. Ибо тот, с большой буквой, который сошел, очевидно, как горний обитатель сошел. И через воплощение на землю, и через смерть в ад, один и тот же, а неразличный. Ну, как, видимо, утверждали вот эти эритики. Вопросы? Ответы? Наверное, надо вспомнить вообще о преисподней, как бы немного пояснить. Почему тут что-то, ну и что, что вошел ко мне, шел. Ничего, кажется, такого нет. На самом деле, то, что сделал Господь, это то же самое, как воскресение умерших. То есть до этого, ну и то, до этого еще какие-то были, как бы предзнаменования до этого. То есть были вот воскрешены там отроки, помним потом, еще от Елисея костей. Один там мертвец, которого несли уже погребать в гробы, встал. А вот чтобы в преисподнюю кто-то сходил еще, ее и не знали-то, как следует этой преисподней. У евреев, по-еврейски называлось это Шиолом. Но это не как Аид. Еще вот Аид, это греческая мифология говорит. То есть как бы там души умерших людей, люди как прозрачные такие души, они представляли себе как прозрачная субстанция в виде человека. Это язычники так себе представляли. И там люди в этом подземном живут у Аида этого, там в царстве этого Аида. И они такие печальные, вечно грустные. То есть у них там ничего нет. Все как бы однообразно, серо, тускло. И нету ни будущего, ни настоящего уже, все забыто. И вот как они там, помните, в Одиссеи, когда как бы он виртуально сходит, это Геракл, нет, Геракл, это Геракл, мифы о Геракле. И он видит душу, душу, души великих, Ахиллеса, там, Одиссея, души их. И он с ними начинает, не богов, просто люди, как бы, воины. И он с ними начинает беседовать, где ваша краса, где ваша мощь, вот тот цвет, который был. Вы же такие были могучие. Но так вот, шиол еврейский, он тоже это безрадостная картина. То есть Господь хранит в преисподних земли все души. Но что побуждало евреев все-таки иметь надежду на то, что будет воздаяние. То, что Господь оставил, это все. С самых первых строк. Книга Бытия, 3 глава, 15 стих. Про жену говорит. И она, говорит, будет, это семя будет от жены поражать тебе голову, а ты будешь поражать его в пяту всего-навсего. Семя жены восстанет и умертвит дьявола. Дьявол поборник смерти. То есть он, как бы, со смертью в заговоре подловил человеков, поймал их, запнул, как Яков. Яков переводится, это запинание. То есть спотыкновение. То есть ошибка великая совершилась. И теперь они вместе смеются, радуются. Все, победа дьявола и смерти. Все люди теперь идут, умирают в страшных мучениях. И идут вот в эти преисподние земли. Но надежда-то есть. И мы видим, Иов эту надежду провозглашает. Это приблизительно считается. Иов, это 1200 лет до Рождества Христова еще. И он говорит, не кто-нибудь, а мои глаза увидят распадающиеся, как восстановится распадающаяся кожа Моисея. Я сам, говорит, увижу. Мои глаза, не чьи-нибудь глаза увидят. Это, по-моему, 15 глава, 19 стих. Или 19 глава, 15 стих. Что-то я тут путаю. И Моисей потом после этого говорит, Такого же пророка восставит меня Господь. Его, слушайте, этого пророка восставит. То есть, значит, и Моисей тоже надежду имеет. И передается ему от Господа. Он беседовал, был другом Господа. Беседовал, говорится, уста к устам. Так же, как и Адам. И от Адама тоже остаются вот эти воспоминания. Почему? Потому что там был человек Енох, который прожил 300 лет, и не стало его. Потому что он был праведен и ходил под Богом. И Бог взял его, да, написано. Бог взял. То есть, все вот такие вот небольшие места, их немного очень, но они есть. Они как звездочки сияли во всей этой тусклости, безысходности как бы. И евреи всегда знали, что уж их-то еврейский народ точно не пострадал. Оказывается, не только еврейский народ, но праведный будет верою жив. А жив это значит до конца жив. Вот в чем дело. Да. То есть, он вписан в книгу жизни самого Господа. И это, конечно, все евреев радовало. И те язычники, которые понимали, это близко. Вот как помните, Пилат беседует со Христом, и говорит, Господь говорит, от истины есть. А он говорит, что есть истина? 17 глава Евангелия Теана. Спрашивает, что есть истина? Они исследовали еще, язычники тоже, желали познать всю истину. И, кстати, если кто не знает, вот эти вот языческие игры, там, где кровавые бои и так далее, все у нас это считается, как какая-то издевка. А на самом деле, это же были одни из, одно из жертвоприношений, их богам, чтобы открылась полнота истины. Потому что кровь, видите, опять кровь, здесь проливается кровь, и все было, все было на крае всегда, то есть везде проливается кровь. И даже здесь, когда Господь говорит, а ты будешь жалить его в питу, в питу опять, то есть пита, это все-таки тело какое-то, и, конечно, пойдет кровь. И все это понимали, буквально понимали, что идет битва между сатаной, и сатану так и представляли евреи всегда, что он беседует, это существо личностное, с характером, которое может разговаривать, оно думает. для нас, христиан, сейчас это главный враг, поборник зла, и сам его же возглавитель, и лжесвидетель, и так далее, все-все-все, что все зло, оно идет именно от него. Как это все сделать, никто не знает. И великое счастье, что наш Господь, это самосущное добро. его Господь говорит, только один свет, и нет в нем никакой тьмы. 1 Иоанна, Евангелие от Иоанна, 1 глава. И Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Поэтому преисподняя открывается для Христа, и ту волю Отца, которую должен был Сын исполнить, Он исполняет на мертвецах. Это вообще немыслимо. То есть те люди, которые думали о спасении, они же несправедливо как бы отринуты от слов Христовых, от проповеди Его. Ничего, никто не отринулся. Господь в субботний день сходит туда, и там проповедует. Но у меня такое представление всего, он как стоит, вот такие как бы тени души, и он стоит проповедует. Как это все было, конечно, непонятно. Но написано по воскресенье Христа, многие праведные из гробов, гробы треснули, и они вышли. Воскресли, написано. И пришли в домы свои. Об этом вообще очень мало говорится. Ну, практически я нигде не слышал. Ну, может быть, проповеди иногда из Златоуста один разочек где-нибудь. А так, об этом мало кто говорит. Потому что, ну, и как-то и свидетельств даже мало. Ну, я думаю, что они были в свое время. Но евреи бегали и уничтожали все эти свидетельства. Многое было уничтожено. Возьмите, хотя бы, вот сегодня Златоуст говорит, и говорит, и так же они могут уверовать, как те, Иуда бы так же уверовал, как те, которые распинали Христа и потом уверовали. А кто это? Златоуст говорит о Лонгине и еще двух его воинах, которые стояли в оцеплении и все видели. И имена их тоже даются. Там, Трифан и еще как-то забыл. Да. И они уверовали и ушли из армии. И жили там где-то, ну, в какую-то страну уехали. Здесь же там, на африканском где-то, в континенте. И там жили, пока уже не состарился этот Лонгин. А евреи все время его преследовали. Почему? Потому что он один говорил, что вы хотели мне деньги заплатить, вы моим товарищам заплатили, а они молчат или говорят неправду. А я буду говорить правду, как все было. И он был, это, на один глаз слеп, потому что его там палицы ударили, варвары где-то там в компаниях. Он же был римский воин. И когда он своим копьем, копье Лонгина, проткнул Христа, чтобы проверить, мертвый он или нет, что их течет из него. И написано, кровь и вода выстекли. Сукровица. То он понял, что он мертвый уже. И в этот момент капля крови попала ему на лицо, и он прозрел. И тогда он воскликнул вот эти слова, что это Сын Божий. И еще видели в оцеплении, как все было, вот эти затмения, там все это, землетрясения, как люди падали, как каялись все, как говорили, да будем мы прокляты, мы невинного распяли, и как вот это все, масса народа, опять побежала в Иерусалим, это вся паника, и осознали вот эти еще двое. Вот они трое верующих, после этого о них говорится, Балтаус вспоминает. То есть вот такие вот были сокрытые истории, о которых сейчас мы тут и говорили, читали. Одиннадцатый стих. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Толкование. И знаменательно сказал он, ибо тот с большой буквы, который как позаботился о нас, и который ради нас не отказался сойти, даже до самых нижних пределов, не просто распределил дары, но без сомнения, с мудростью и пользой. Как же после этого ты скорбишь, что неблагоразумно сделано распределение? А в одном месте говорит, что Дух разделяет. Цитата. В котором вас Дух Святый поставил. Деяние 20 глава 28 стих. И. Все же сие производит один и тот же Дух. Читаем в первом послании Коринфянам 12.11. В другом же относит это к Отцу. Читаем цитата. Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами и так далее. Это читаем в первом послании Коринфянам 12.28. И. Я насадил, Аполос поливал, но возрастил Бог. Первое Коринфянам 3.6. А здесь относит к сыну посланнику Птисянам. Таким образом, единство действия трех. Первое. Апостолы, потому что и дар пророчества имели, а пророки именно новозаветные не имели апостольства. Иных евангелистами. Или написавшие Евангелие, или те, которые, хотя и не ходили всюду, но благовествовали Евангелие, подобно Прескиле и Акиле. Читаем в Деяниях 18.2.3. Иных пастырями и учителями. Так называют тех, которым верены в церкви и епископов, как Тимофей, Тит и им подобные. Но можно разуметь под пастырями и пресвятеров, и епископов, а под учителями и диаконов даже. Ибо и они, имея звание очистителей, посредством слова очищают народ. Вопрос. Тебя кто садил на это место сегодня? Сам сел. Сам сел. Есть такое, на Моисеевом седалище, сели книжники, парисели. Их никто не садил. Нас же просили, чтобы занятие вел Никита. Он сам ушел, или ты его сместил? Его не было. Его вы заняли. Поэтому мы... Он второй раз опаздывает уже. Ну вот это... Когда опаздывается... Ты сказал бы до этого времени, я передаю власть. Ты прав, что взялся? На потом... Если причин нету, то сразу их посадим. А что он туда убежал-то? Непонятно. Скромность. Ну, скромность... Скромность. Иди сюда, скромня. Никита Андреевич, займите свое законное место. Его просили об этом по интернету, а ты и так ведешь два дня по попрощица, пятницу и среду. И так уже это скоро, не скромные улицы. Да. А ты, Никита, не подключай, чтобы тебя не просили сместить. Вы его задерживали. Поближе. Задержили мы, потому что шла запись. 12-й стих. Ну, поближе сюда смести, маленький. Вот так. Вон. Все, все, все. Хороший. Дефицитам 4.12. Совершение святых на дело служения для созидания тела Христова. Толкование. Видишь ли, какое достоинство. Каждый говорит, совершает. Каждый служит дело созидания тела Христова или Церкви. Зачем же ты скорбишь, как получивший меньше дар? Даже ведь и ты содействуешь совершению святых, то есть пользе верующих и их усовершенствованию. Итак, смотри, получив дар к созиданию других и зависти к большим дарам, не погуби самого себя. Притом, если к усовершенствованию верующих другой и получил больше дар, пойми, что и больше труд и служение соединяется с ним. И больше по всему ответственность. А с другой стороны, не сатанинское ли свойство завидовать тому, кто совершает и созидает тело Христово? Благопротивнику ведь это прилично. Конец толкования. Мне кажется, как никогда блаженный феофилак хорошо раскрывает все это. То ли уже много раскрывается все это для нас. У меня сейчас по скайпу разговор был и спрашивают. Ну почему так? Вот сектанты между собой все разные. Там разные, разные, там 50-ти, другие. Но когда касается православия, все одинаково. Дружно все бросаются на православных и рвут на счастье. И люди ждут от меня ответ какой-то рецепт дать. Я говорю, слишком много мы уже сделали зла. И с любой стороны к нам подходить, с духовной, телесной, мы по-другому не выглядим. И сатистикантов не надо опровергать. А они перетерпелись слишком много. И поэтому говорят то, что видят. А то, что внутренне, они этого не знают, какое у нас сокровище. А мы его не показываем, сундук запечатан. И поэтому нечего опровергать. Зачем опровергать-то? Когда их отношение построилось на том, что они видят. Какие мы? Ну, любого на улице. Вот они сидят в пьянице. Вот стоит, на карачках стоят, наверное, эти наркоманы. Вот так садятся и как на горшке. Все православные. Крещеныш. Верю. В зоне все православные. Батюшка пришел за один раз. 470 человек причастил. На них же даже грязная лужа, и то больше требуется планку. Любого где православие, это ничто. Ну, а как же, говорят, святые отцы, говорили о пробуждении православия. Не знаю, я не говорил этого. Но я склоняюсь к тому, что Бог силен сделать. Он силен поле полное сухих костей. Человек зашел, кости, ногу стоят. Ну, одни маслы лежат. Ну, еще дальше. Ну, а ты как считаешь? Так все. Так это Дом Израилев, говорит, такой. Это православная церковь. Исекииль видит. А ты скажи ему, дух, вдохни на кости. Дух, вдохни на кости. И загремели, слагаются составы друг к другу, слепились, переломы срослись, лежат мертвые. Поле мертвое. А теперь еще скажи такое-то. Я жилю всех при форме, счастье отдают, все оружие заряжают, у него стрелять есть. Вот это может делаться с ними. Дух, вдохни. В этом весь смысл. Но будет ли это, вот тогда все можно будет видеть. Косточка к косточке начала сходиться и на место слепляться. Если сказали святые отцы, просто так относить к их незнанию или сказать забвению нельзя. Тут что-то есть. Интересное мне мнение. А в России началось пробуждение. Я говорю, где вы видели? А епископ говорит, а ваша община? Да мы так общину-то назвать с натяжкой можем. Ну что, ну вот с малого все начнется. О, это может быть. У нас слишком большая обойма заложена. Вот на этой неделе только вчера Володя отправлял. Одни полные комплекты, 38 книг. Другие по два экземпляра Нового Завета с чем-то. Только вчера с почты вернулся. Это уже у меня продается. Да, это может быть. Если Господь пробудет вот эти книги, они написаны в пророческом духе. Что-то может быть. Но не то, как сейчас. Вот так. Вопрос. Вопрос хотел задать. Вот как раз сегодня вот Игорь Третьяков. Он в очередной раз, я смотрю, он постепенно, он такой, помолчит. Потом он учится в семинаре, он знает, как это подходить к этому правильно. Помолчал, помолчал месяца три. А тут вас опять и опять. Видите, в Московской Патриархии опять пробуждение, говорит. Вот насчет общины вот этих. Они желают и говорят о том, что надо общины. Но надо здесь на первом слое, наверное, поставить, что говорят, а не только общины. Как нет, так и нет. И опять же, где это говорится? Это же не епископы говорят. Все-таки есть какое-то пробуждение там или нет? Кто хорошо знает Московскую Патриархию? Валентин, по-моему, гуляйте. Ну, мы там не бываем. Как мы можем сказать, пробуждение там есть или нет? Мы там нигде не бываем среди них. Церковь-то изредка сейчас сходим. Как мы можем сказать, там пробуждение. Это надо сходить, посмотреть, как они там занятия проводили, что-то. Общаться с людьми. На благовестие выходите с братьями, поговорите. Там часто из церкви люди есть. А то у нас как раз сестер нету, да? Нам нужны сестры там рядом. Глава, пожалуйста, да? Не тратите дрями время. Если ничего нету, тогда, как говорится, что было? Вот когда ведут занятия, я не выхожу. Сергей, а как я думаю? Я тогда отвечаю. Я сижу рядом, другой раз микрофон поднашу. Нету, значит, прошу дальше. Никакого вопросов нету, нету. Конкретно, если обращаются, мне так удобнее говорить. А то восхищает право говорить. Знай Тихонович, так есть возрождение там православной церкви? В первую очередь, мы все не знаем о православии. Мы видим только то, что рядом. Не все читаем. И во-вторых, что мы понимаем под пробуждением? Это массово где-то с митингами пойдут? Или отдельные личности? Понимаете, сколько за этим стоит? Но мы видим, что есть. Есть, которые понимают, выступают, говорят. Но никакой общины им не создать, пока не будет там свободы. Где Дух Господень, там свобода. Вот это. А если они, как в своей системе, понимают, то только так. Говорить нельзя по-другому. А пробуждение как раз через этот стих. Это не надо, это замазать. Вот этот стих надо выбросить. Это не надо считать. Это прямо цензирует. Цензирует то, что Библию. Библию. Они пропускают, не надо говорить и прочее. Поэтому там не может быть пробуждения. А именно если рождается, вот как у меня у голубенка. Они его давили, давили, нога в сторону через крыло. И пришлось кошкам отдать. Ничего не сделаешь. Свобода должна быть. Свобода, которую Бог заложил. Если ты испытал на этом стихе пробуждение, поделись опытом. Скажи, у православных этого нет. Как пришел к Богу? Ходил, встал и постепенно стал понимать. Потом привык и прочее. Мертвое. Пробуждения нет. Бабушка. Пробуждение там, где Дух Святой коснулся. И человек почувствовал, что свет осиял его. И он не будет уже торговаться с должностью, с семьей. Он понимает, что все, что ставишь больше, чем меня, не достоин меня. Вот что такое. Из таковых, из малых, составляет уже общий. У нас все одинаковое. Нам не надо убеждать друг друга. Ты так пришел, я так пришел. Мы совершенно одинаковые. А что считаешь-то? Не считай все с тем, что у тебя есть. Считай за что-то. Вот сейчас пример будет. Приближается лето. Ну, по всей вероятности, детский лагерь будет действовать. Что нужно для этого? Нужны и работники. Ну, это подумайте сами. Кто готов? И главное, накормлены в сухом месте. И там богослужение идет у нас, потеряки. И все, какие-то отговорки за кем-то как-то. Впереди еще зима целая-то. Или вот так до ноздряя-то обрыдлить все здесь. Ну, воспользуйся свободой. Ты в прошлом году работала. Все, тебе плохо было? Довольно было? Ну, а ты сейчас выглядишь, что не лучше, чем летом-то была. И ребятишки с тобой при тебе были. Радостные минуты вспоминаются. И кроме этого, ты нужна. Нужна по всем параметрам. И дети смотрят, и пример. Ну, один-то я ничего не знаю. Это община, значит. У нас общее желание, чтобы дети познали Бога. Вот они сегодня говорили, и говорят, где-то отдельно. Молодежь собирается, не знаю. Не знаю. Мне за этим, кажется, вижу что-то тревожное. А почему вы не сказали это на собрании? А? Почему вы этого на собрании тогда не сказали? Ну, никуда оно не делось. Почему? У меня данных никаких нет. Я говорил, что если надо собираться, собирайтесь здесь. Мы откроем ее. Занимайтесь где-то. Именно без глаз. Где-то. Я потом скажу. Батюшка будет здесь. Он благословил. Да не я благословил. А какие данные? Никаких. Никаких. Но вот внутри у меня тревожно. Я в этом вижу что-то чуждое. Темное и скользкое. Которое будет торгаться, влезать здесь. А обоснования? Никаких. Я просто говорю, чувствую неподтвержденное. Но когда, не дай Бог, это будет, мы будем сильно кричать. Скажут, а как же могли это допустить? Ну я вот говорю это. Ну и вы что против? Не против, но не так пошло. Сразу не так пошло. Вот они где-то были, такая молодежь, такой там возраст. Там лишь бабушка там кому-то сказала. Я никогда этот отворост не ставил. Да, главное, в основном хорошо, что молодежь собирается вместе. Но как они? Как заходят, как выходят? Это все должно быть под контролем. Какие бывают даже игры молодежь играет. Где, как. У нас это было. Там было. Летом у нас был Паша. Он вроде кидает в ящик, а надо обнять девку. Ему это не надо. Я сказал, больше не приедешь. Маленько смотреть надо. Он в Бога-то не верит. У него нет веры никакой. Он лапается и все. Тут-то ничего нет, а тут понимает, бычок скачет. Кобыл, конечно, и ребес найдется. Я хотел сказать тоже насчет молодежного движения. Но то, что Игорь там сказал, то, что по скромности или почему, он должен был в первую очередь узнать у них, раз он начал это дело. Почему они именно не хотят собираться вот здесь у нас на занятия. Вот же сидят, пожалуйста, вот Галина, наша сестра, вот ее дети. Сидят спокойно, слушают. Ну, кто-то рисует даже, кто-то немножко прикорнул. Ну, мы-то это свобода для детей. А вдруг что-то услышат они. У них возраст переходный. Как вот Геннадия Фаста надо почитать. Прямо вот первым делом, что нужно сделать, если молодежь решил что-то делать, брать Геннадия Фаста и читать о том, как он уверовал. Как к нему приходила вера. Им нужно о вере рассказывать. Они сейчас сами не знают. Он идет на поводу детей. Ну, как можно идти? Дальше вот Игнатий Иванович сказал немножко. Я просто это видел, как это. Мы решили поговорить с молодежью баптистской. У отделенных баптистов нас к ним не подпустили. Пять человек охраны стояло взрослых. С молодежью? Нет, нет. Мы сами с ними беседуем. И молодежь остается прямо там же в храме. Ну, и в ихнем храме. В ихнем доме в этом. Остается на тех же аудиториях. Только они занимают там какое-то одно. И там взрослые. Они от них отошли. И там молодежь. И обязательно под контролем двух-трех взрослых. Все происходит. И все это здесь, на глазах же. А то где-то они решили. Потому что там что-то... Вы знаете, как они разговаривают, молодежь? Вы один на один с ними беседовали? Я побеседовал с одним здесь молодым человеком. Он мне сразу... А ты кто такой? Он мне сразу вот так... А ты кто такой? Я кто такой? Вот, да. Что ты мне отец, что ли, указываешь здесь? И все. Никто не слышит. Он мне оскорбление кинул. Сдержил. И спокойно встал. И вот так ухмыльнулся. И пошел. Вот она, молодежь. А то приду... Не знаю. Игорь, он такой. Игорь вот услышал кого-нибудь. И у него сразу как западет. Опять поговорил с каким-то баптистом он. И меня просветила мысль. Вот там такое пишет. Какого-то златоуста не читал. Не слушал проповеди. Ну, можно сказать, проповеди пророческие. Игнатия Тихоновича. Два цвета уже рядом. И все время он что-то удивляется. Такой восторженный. И так далее. Тут надо еще смотреть тоже. Я смотрю, Игорь стоит, и молодежь к нему подходит. И он что-то о чем-то беседует. Ко мне никто не подходит из молодежи. А я до такой степени их всех люблю. Они не скажут, что я их не люблю. Я даже материально могу что-то любить их. Не только духовно. Ну, не подходят. Не беседуют они со мной. Ничего не говорят. Хоть бы один вопрос задали. Мы бы сели, прям открыли Евангелие. А я Ветхий Завет у них вел. Между прочим. Галина. Нас батюшка просил уже не касаться личностей. Вот конкретно на данный момент Игоря Третьякова. Давайте мы тогда будем слушаться батюшку. Не касаться личностей. Что-то без него о нем говорить. Если конкретно по делу, то будем... Откуда? От того, что я слышу сейчас. Конкретно по делу говорим. Конкретно по слову Божию. А что-то кого-то сейчас здесь обсуждать или еще что-то, этого не нужно делать на занятии. Это нам сказал батюшка. Хорошо. 13 стих. Считай дальше. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. До тех пор, говорит, должно всем нам, получившим дары, делать, трудиться и созидать, пока не придем к единству веры. То есть пока не явимся все имеющими одну веру, не отличаясь по догматам, и не имея между собой разногласия в том, что касается жизни. Ибо тогда будет истинное единство веры. Тогда познаем Сына Божия, когда будем иметь правое мнение в деле учения и будем сохранять союз любви. Ибо Христос есть любовь. Под образом совершенного мужа и меры возраста говорит он о совершенном познании догматов. Равно как и под исполнением Христом разумеет совершенное и всецелое познание его и веру, что он один из троицы, и равный Отцу, стал человеком, единой апостасию в двух естествах, в волях и действиях, и что вместе с телом совосседается Отцом, и опять придет, и все остальное, что право о всем мыслиться и говорится. Как же после этого в другом месте он называет наше познание несовершенным? В отличие от будущего знания, а здесь в отношении неизменяемости познания называют его совершенным. Ибо когда мы не будем колебаться, тогда будем совершенны, как видно из следующего. Конец толкования. Я считаю, что лучшая программа занятия, это у нас третий тонн, пособие по изучению Евангелия от Марка. Это для молодых, для старых, для всех одинаково. Вопрос, сколько человек, все участвуют, спрашивают. Это не надо на какой-то приземленный уровень Евангелие возводить. Прямо цитируется, и дети понимают это. Но когда высший человек начинает в школе, ведь ему не какие-то там половичатые цифры, а прямо цифры, умножения. Все в реалии. Тебе это потребуется и сегодня, и через всю твою жизнь. А то, может быть, каким-то таким лепещущим языком надо говорить с детьми, не знаю. Маленький совсем ребенок. Ну, нужно говорить о вещах, которые понятны рядом. Я вот с детьми разговариваю, видим Творение Божие. У меня примеры на каждом шагу. Кошка, кошка, собака, собака, воробей, воробей. Рассказывать, для чего он и как. Я вижу, как ребенок загорается узнать. И все, Бог. Давай поблагодарим Бога. Дети быстро ухватывают. Пошли купаться, три поклона. Ну, как-то я сказал купаться-то и пошли. А они кричат, а три поклона не положили. Все. Они уже мучат меня. Ну, была, видела, как они. Как-то не знаю. Да. Это, да везде, где бы ни был. Везде надо быть тем, кем ты должен быть. И тогда нареканий не будет, и дети это воспринимают. И мне не надо думать, я учусь. Я не учу, просто живу рядом с ними. А дети это все видят. Справедливо поступаешь или нет. Это внутреннее. Естественно, и занятие словом Божиим должно быть. И песнопение, и костер. Но в это вводить надо то, что скрыто за кадром. Невидимый мир. А это молитва. Утренняя молитва у нас. Хорошо составленная. Ездим молиться. И каждый сосредоточится. Взрослый, ты и то разгрядешься мыслями. Заботы давит. И надеяться на Бога. Главное сохранить возраст. Я все время смотрю о детях, отдельно молюсь. Так тревожно делается. Такая обстановка. И ты ничего не сделаешь. Настолько озверелое все в мире. Говорите. Я хотела сказать по прошлому вопросу, что Галя сказала. Что мол, давайте... Тут не обсуждение Игоря идет, наверное. А обсуждение этого вопроса, который первый раз здесь сказали, что молодежь собирается. Конечно, всем взрослым людям это тревожно. Это не осуждение Игоря кого-то. Просто обсуждение этого вопроса. Тайно ведь, Игорь? Я что могу сказать? Я иногда не понимаю людей. Они меня, может, не понимают. Или не слушают. Это просто, видите, еще тем более... На чем-то своем циклятся. Игнать Тихонович сказал тревожно. Конечно, всем тревожно. А мы, пожилые люди, тоже за детей-то ведь боимся. Мы же знаем, во что это превращается. Тем более у нас неверующие все внуки. Поэтому тут не осуждаем, наверное, Игоря. А просто обсудили этот вопрос, молодежный вопрос. Он может на себя сгромоздить много и не потянет. Что мы Игоря не знаем. Так, все понятно. Пошел дальше. Дальше. Стих четырнадцатый. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром мучения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Толкование. Будем же, говорит, твердо и непоколебимо держаться той малой меры, которую мы получили. И не будем, подобно детям, колебаться и увлекаться всяким мучением. На то и даны дары, чтобы строить и утверждать, дабы не колебалось здание. Словами, дабы мы не были более, показал, что прежде они были таковы. Включает даже и себя самого, чтобы не упреками, а добротой справлять. А говоря колеблющимися, показывает, в какой опасности находятся души нетвердых православий. И, выражаясь образным языком, называет ветрами различные учения. Словом, лукавый называется те, которые получали прибыль от игры в кости. Таковы лжеучители, которые обращаются с людьми очень простыми, как с костями, как им угодно. Итак, не будем, говорит, вращаться в этом лукавстве по хитрому искусству обращения. То есть, вращаться и склоняться к тому, чего желает обольстительное коварство лжеучителей. Ибо все их искусство и хитрость направлены ни к чему другому, как к обману. И прекрасно добавил человеков, так как дело Божие не заключает в себе лукавство и обмана. Конец толкования. Хотел вопрос задать. А вот то, что сейчас, ну не то, что там о списании речи не идет. Даже каноны церковные, которые должен каждый исполнять, их не просто сдерживают, их замалчивают. О них вообще нигде не говорят. И более того, еще эти каноны пытаются обходить все. А то вообще полностью может священник выйти и сказать, это все ветхое. Это когда-то давно было, а теперь это уже, что нам теперь их исполнять. То есть, это лукавство или не лукавство? К чему это относится? Игнат Игоревич. Игнат Игоревич. У меня нет. Игнат Игоревич будет молчать. Это ясно. Пятнадцатый стих. Этим стихом пользуются все. Относят это к православным ветром учениям, православным сектантам вашим ветром учениям. Это надуло откуда-то. Так а разве у православных не может быть? Может быть сколько угодно. И поэтому бодрствуй, сверяй со священным писанием. И просто я так понимаю, а что твое понимание, понимание это толкование, не противоречено ни одному месту Библии. Вот главное условие. Главное. А то церковь будет восхищена на небо за тысячу лет. Ну и восхищена будет, значит пшеницу Бог взял. А плевелы остались. Ну получается так. А как говорят, оставьте расти вместе плевелы до жатвы. Жатва кричи навека. А вначале плевелы соберите даже. Наоборот, все вывернуто. Не пшеницу за тысячу лет, а плевелы. И связать связки и бросить. Только на это посмотрел и видишь, что лишены мудрости божественной. А на себя набивает это. Одно, вот я вижу молодежь, баптистская, собрались и все в галстуках. У тебя муж-то тоже против был галстука. Потом прищепырился и все. Я говорю, а ты зачем надеваешь-то? Ничего не знают. Это масонский знак. Это удавка. Аксессуар 21 века. Удавка. О масонах вообще не говорил ничего. Я сейчас вижу и произносить стал эти слова. А меня за это судили. Вот просто так приглядитесь. Это и вы увидите, что он раб. Раб плотских похотей. Раб перед миром. Он никогда ничего высокого, божественного, пророческого сказать не может. Его эта система своя баптистская, православная. Оно дает ему направление. Я с ним занимаюсь отдельно. Ни с кем-то. Вот с ее мужем. Вот она сидит. Она из баптистов. Ну я ему говорю, ты все понимаешь правильно. А почему ты из капитера? Он диаконом у них избран. У баптиста. Я говорю, почему не говоришь? Да они все равно ничего не понимают. Как не понимать? Ты ни разу не говорил. Ты тоже не понимал. Но я с тобой занимался всю зиму. Всю зиму ездил. Вон где я. От аппаратурного дальше. На той стороне. Со второй строительной. Сюда ходил. К нему. А он около Азы. Вот. Около Булыгина. Ну так я говорю. Вот так. А она бегала туда кухню. Где и. Ухватила больше, чем он. Он все знает. Но ни разу, нигде не заикнулся с капитера. Он понимает. Его сразу уберут. И сейчас точно так же поступают и священники. Редко-редко какие. Вот там это. Ижевские трое поднялись. Епископ Диамит. Как много мог сделать. Захватила по волохло. Давай предавать анафемию патриархам. Весь сенок. А дальше уже неудержимо понеслось. Зачем? Бог не посылает нас проклинать. Он говорит молитесь за обижающих вас. Почему? Мне сегодня говорят. На вас такие нападки. А что-то в последнее время их нет нигде. Ни одного нету нападающих. Я говорю. А Бог? Молимся. Бог отвечает. Нету. Нету. Неделя целая полная тишина. А я еще больше начинаю молиться. Бог дает передышку, может быть. А может быть они поняли, что я совершенно не досягаю им. То есть я стою на такой платформе, которой они не могут даже рукой коснуться. Свобода. А они не имеют. У меня нет надо мной, кто бы давлел епископ и давил. Наш епископ ничего не мог сделать и потом стал сам переводить на русский язык. А был против русского языка. Вот диво-то какое. И поэтому Бог положил на сердце, видимо. А может и дальше так будет. Нет, а то что попало делали. Прямо даже высказать нельзя. Ужас просто какой. Вот так. Поэтому благо благодарю. У Бога все вымерено. Я говорю, скоро будет такой климат. Вам не до меня будет. Вы не успеете ноги подставлять. Оно рядом где-то здесь уже. Совсем рядом. А что нужно делать? Довериться Богу и принять достойный. Кому в плен, тот в плен. Кому подмешь, значит подмешь. Наклони голову и отсекут. И на этом все. Один раз живешь. Василий Великий говорит так. Если вы думаете меня бить, говорит. Я почувствую только первый удар. Такое у меня здоровье. А второй удар, вот так один раз ударишь, ты по-живому. А второй раз будешь бить уже по трупу. У меня уже нет. У меня душа не два держа. Только крема риторда лопнула. И все ваши химические составы вылетели оттуда. Вам еще со мной не сделать. Я не эстрати, которого еврей покупал христиан. Обращать еврейскую веру, а которые не приняли, он их всех распял. А пленных продавали по дешевке. А одного распял у себя во дворе. Это неделя проходит. И он висит и висит. Не пьет, не ест и прибитый. А он монах был, он тренировок. Вот тогда уже евреи посоветовали, да убей ты его смотреть, тошно. Одни кости и живет, и живет. Ну тогда взял копье, ударил, пронзил его. Специально покупали, чтобы убивать христиан. Евреи. Они распяли Христа, а человека на человека, значит. Так вы что против евреев? Он начинает цепляться. Евреи сделали революцию. Революция обошлась в 100 миллионов человек. Еще непонятно-то. Она вся была еврейская. И поэтому погибшие опцы Израиля. Обрати их, Господи, чтобы они познали тебя. Как можно против евреев? Когда Павел еврей, Иоанн еврей. Я говорю, что имена как дают, не сказал сегодня. Как выдумывать имена? Ну четыре евангелиста. Матфея, Марк, Лука, Иоанн. Вот у меня сообщают по интернету. С одной области, с Оренбурга, с своей области, там, с Красноярского края. Знакомые, родились мальчики. Три мальчика, все Иоанн. Другого они не знают, и все три баньки появились. Ну почему не назвать Матфея? Матфея-то тоже евангелист. Марка назвали бы, Лука. Иван, 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 Иван. У нас вот такие имена. Найди такие имена. Леонида, может, на Барнауле кого нету? Тебе. Какое оно мужественное имя это. Называй, в какой день родился. Ты посмотри. Павел передает послание к кремлинам. Посчитай последнюю 16 главу. Ну-ка, открой. Кому, кремлянам? Кремлянам. Где? Имамер здесь, где-то? В этом же, в этом же послание. Есть, есть, есть. Какой стиль тут? Ну, по порядку. Кому он поклоны передает? Сейчас. Да нет, надо Евангелие взять. Представляю вам Фиву. Так, Фива, где Фива у нас? Фива. Фива, это же город Фивы. Да. Фив, все. Нашу деканису церкви. Фива. 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 Да. Ну вот. Приветствуйте Прескилу и Акилу, сотрудников моих во Христе. Прескилу, Акилу. Нет, не Прескилы, ни Акилы нет. Акилина есть. Дальше. Так это мы верующие. Приветствуйте возлюбленного моего Епинета. Епинета ни одного нету. Так я беру-то не каких-то, а библейских. Дальше. И евангельских даже. Приветствуйте Мариам. Мариам, это не Мария, Мариам. Приветствуйте Андроника и Юния. Андроника нету, Юния нету. Юлия, 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 как Юла, все крутится. Приветствуйте Амплия. А, нету Амплия. Приветствуйте Урбана. Это уже сколько по порядку пересчитали, уже десяток есть, наверное. Ну да. Дальше. И Стахия. Кого? Стахия. Нету. Стахия нету. Дальше. Приветствуйте Апеллеса. Тоже нету. Приветствуйте Верных из дома Аристоулова. Нету. Нету, понимаете, ни одного имени нету. Приветствуйте Иродиона. Ну, Иродион бывает кое-где еще, но очень редко. Радион, но не Иродион. Дальше. Домашних Наркиса. Ну, это у Армян. Нарцисс просто. У Армян есть, не Наркис. Приветствуйте Трифену и Трифосу. О, пошел Дехлопот, скажет он. Да, это точно. Никогда. Дальше. У меня Мариночка подскакивает. Приветствуйте Персиду. Персиду. Вот еще Персида. 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 Персик. Приветствуйте Руфа. Руф. Так это женское имя Руф-то, а тут мужское оказалось. Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма. Ни одного нету. Уж может быть до 20 насчитать имен, а Павел писал, это обыкновенные имена, так были. То есть вас так называли? Я, конечно, и убор. Вот у старообрядцев это так и есть. Любовь Степановна. Людмила Степановна. Знаете, вот мы сейчас, нам нравятся имена, нам нравятся всем. Вот мне лично нравятся имена. Я тоже читаю. И я вспомнила, когда я на работе там пришла, а женщина узнала, что я верующая, которая повыше меня. И она говорит, вы знаете, и что это за имена-то там? Я стала читать в Библии, вот вы мне дали там, я стала читать, и давай мне эти все имена перечитывать. И все хохочут. Она называет имена, и все хохочут. И такими именами я должна называть детей, она на меня так вот, упрек такой. И знаете, я сижу, говорю, да красивые имена. Она говорит, красивые, да уродливые. Да что она говорит, не надо, главное, не хотят. Не хотят, они смеялись надо мной. Я еще раз говорю, у моей мамы три брата ушли на пронс. Макари, Филарет и Мануил. Они все насмеются. Вот три имена. Макари, Филарет и Мануил. У меня братья старший, Самуил, между нами был Гий, он умер, Гий. Игнатий и Якин. Ну и где, много тут едешь такие? У отца, братья. Ну, Степановичу встречается, Степа, а дальше. Амос наум. Вот отца, тихо, Амос наум. Что тут говорить-то? Эти имена всегда были у русских людей. Это знали. Откуда сейчас берут, если ставят его епископ и монах, какое миме-то берет? Ой, 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 Джанерниотыч. Вот здесь был Антоний. А его настоящее имя? Иван Иванович. Антоний. У нас Евтихи. А он Иван Тимофеевич. Два Ваньки. А оба разных, знаете, Евтихи. Ваньки встаньте, сперышком летят. Да. Стал монахом Петерим Антоний. Я стихнорин такой написал, повторяю. Стал монахом Петерим Антоний. Да Евтихи с Ермогеном спят. А у него как раз Ермоген. Да Евтихи с Ермогеном спят. А Евтихи говорит, ну это уже против меня. Прости, Господи, душа в тисках застонет. А Витя положил на мудзу поиграть. Сколько красивых имен. Вообще. Ко мне заходит одна же так называемая свидетель Юговы. Мы беседовали, он говорит, А у меня сына посадили. Я говорю, как его звать? Он говорит, Зарывавель. Зарывавель. И у Вити, у него Зарывавель. А в православии ни одного нету. А второй сын какой, сейчас не знаю кто. Это может быть Едзра. А у нас Едзра нельзя назвать, потому что в Святцах его нету. Я когда это распечатал, все, как первый раз видят. Я говорю, вы знали такого человека? Ну Давид там пал, грех. А за этим не было ничего. Вывел народ из плена. Давид никого не выводил. Дальше. Он какие победы одержал? Отстроил Иерусалим. Отстроил храм. Посчитай по порядку. Вывел из плена весь еврейский народ. Вошел к царю и взял. Дальше собирает книги Ветского Завета. Собрал книги. Это он, автор. Три книги. Священные. В Библии. Первая Едзра, вторая и третья. И его нигде в списках святых нету. Монахи на него огневались за то, что он Библию собрал. Развод еще устроил. А? Развод еще устроил. Развод устроил по всей стране. Да, развод. Он или кто? Это единственное. Чтобы незаконно сделать бракоразводный процесс. Мировой взял. И ни одного у него не было. Нигде поражает. Нигде. Это не имя. Враги мешали. Он написал. Все в основном. Надо научиться видеть героев. Считай. Героев или по описанию дальше. Следующий стих. Так. Пятнадцатый стих. Но истинною любовью все возвращали в того... Все возвращали в того, Который есть глава Христос. Толкование. Хитрые и лукавые на словах. Все имеет фальшивое... Все имеет фальшивое и ложное. И ничего в них нет здравого и устойчивого. Мы же, будучи искренними в любви к Богу и ближними, Неложное, имея учение и живя нелицемерно. Ибо здесь, кажется, он дает уроки и жизни. Да возрастим во Христа все наше, и жизнь, и догматы. Ибо с ним, как с главой, мы должны сообразовать все свое, Чтобы не приносить ничего несогласного и не гармонирующего с главой, Но все иметь возвращенным по нему. Кодец толкования. Все удивительные. Ну, можно и все. Ну, здесь надо понять, что человечество до такой степени далеко уже оторвалось от божественной жизни, От того, что Господь, как сотворил человека, для того, чтобы он исполнил все и был любящим чадом Отца. Что Господь пришел на землю воплоти и явился здесь сам, чтобы показать этот путь, этот пример. И по-другому пройти его никак нельзя. Почему и нужно всегда говорить о Христе и о исполнении Сына Божьим воли Бога Отца. Воля спасения людей была главная. И Господь сделал все, чтобы спасти каждого человека. И все теперь мы должны, все поставить всю свою жизнь на то, чтобы нам исполнить волю. Теперь помочь исполнить, помогать, насколько можно. Как говорят, да нам невозможно, это грешные и многогрешные. Почему никто и не приступает, почему монахи, они как запасной полк сидят все время в засаде и никак выйти не могут. Потому что они не обращаются, не идут за Христом, не исполняют волю, которую исполнил Сын Божий и которую Он заповедал нам исполнить. И вот они все силы копят, все копят, грешные и многогрешные, грешные и многогрешные. А спасение это, которое уже Господь дал им для того, чтобы они пошли помогать, спасать других. А у них не вмещается это. Вот в одного вместилось Александр обители неусыпающий. И он пришел с инспекцией в одну из обителей уже, там несколько было у него. И говорит, видит там 70 здоровых парней крепких. Так, все, хватит вам тут сидеть. Надо идти к людям, рассказывать о Боге. И пошли, пошли, пошли по пути, там чуть три дня прошли. Монахи, здоровые парни, подготовленные. Раз там что-то зароптали, он остановил, так, ну там выстроились или как они. Кто ропщет, шаг сделайте вперед. Сделали шаг, 35 человек. Так, идите обратно, отправил их. Вы никто. То есть они подготавливались, там десятилетиями готовились, там постили себя и сушали. И не смогли пройти три дня пути спокойно без хлеба, без воды по пустыне. То есть уже об этом надо думать. Никто не следует ничего. Дальше пришли в город и теперь с местным епископом, там, митрополитом, не смогли найти язык. Они сидят там, поют в банях посреди ночи песнопения, они рано привыкли молиться. Народ не понял. Говорят, так это пришли какие-то эти губители нашей веры. Они хотят скинуть тебя, митрополит. Собрались, взяли их всех в зашейник, повыбрасывали, еще наподдавали, утром там разобрались уже. А, так вы православные монахи еще пришли. Ну, радоваться тут надо, кормить их, а им наподдали. И так и не смогли общего языка найти. Так и не приняли их. Вот это. Почему? У них благовестие такое своеобразное было. Показывать в городе, как живут монахи. То есть вот тут вот они сели, вот тут где-то и в банях там живут. Кому понравится? В банях надо идти мыться. Тем более женщин и мужчины мылись в одной бане с разных сторон. Бассейн. Ну, в общем, так и не получилось ничего. Почему дальше не продолжили вот эту традицию-то они? Ну, других бы послали, покрепче кто-то нашелся. Не получилось ничего. Все. Брату, хочу сказать. Ну, единственное, я дополню у брата Игоря, что Александр этот, который вот этот, неусыпающий, он откуда, почему его Дух Святой побудил именно на благовестие монахов послать? Это, главное бы Евангелие читал, а то читал 50-й Псалом и написано «Научу беззаконных путям твоим». И этот стих Писания его побудил, именно чтобы монаха отправить на проповедь. Он 70 избрал и по двоих отправил в селения другие. А когда ты говоришь, они пошли через пустыню, их было 120, и потом часть отсеялась. Часть отсеялась, да. Они начали роптать, что вроде мы без еды, без питья и ушли. Даже 120, ну, простите, цифры обшибся. Ну, все, больше ничего сказать. Сегодня еще больше. 16-й снегчик. Да есть, конечно, еще. А был, хотел монахом стать, Иоанн Златоуст. И у него желудок заболел, подвел его желудок. Когда он ничего не ел, или на травке там сидел, с толченными камнями толкли, известь ели. И у него желудок посадил. И все, он уже умирал, родители забрали его, и там выходили, обиходили и так далее. И он стал дьяконом, и в 381 году сказал такую проповедь о статуях в Антиохии, что остановилась бойня народа гражданского. Войска хотели истребить народ за восстание. Они статуи опрокидывали императора. Статуи императора их в грязи опрокинули, и все. Ну, и как наказание. И он так все это обратил своей проповедью, что его увидали, поставили его патриархом Константинополе. И сколько он нам оставил всего, мы до сих пор читаем проповеди о Златоусте. А потом еще он показал пример. Пошел инспекцией по монастырям, весям и в разным епархиям своим. И 11 епископов запретил служение. И 400 священников. Это вообще такую память оставил Златоуст, что до сих пор никто ее не превзошел, если к ней едини собрать. Звонят в Кремль, в Путину, и фотографию пока разговаривают. Владимир Владимирович, задание выполнил. А может домой возвращаться что? Завоевали полмира. А я разъедовал такое. Он говорит, да вы сказали про город Пальмира, а они поняли полмира. Здоровский анекдот классный. Кто вообще господи не помил. Завоевали полмира. Пальмира. А если бы еще вселенная был, какой-нибудь город, такие пришли и доложили, все, везде Москва. Надежда Васильевна писала записку. На, прочитай кто-нибудь. Выполнить или не надо? Можно я скажу вслух о детях Аллы, как я с ними занималась, с девочками, и как Таня плакала о папе? Дать ей слово. Думаю, все сказано здесь. Раз прочитал, то дать уже надо. Две минуты, если уложится. А ты как этот, Лукьянов. Есть секундомен. Есть секундомен. Надежда Васильевна. Все от меня зависит. 120 секунд. 119. Ах, кулак на меня. 118. Я что хотела сказать? Когда мы ходили постоянно, Аллача к нам, потом на занятия к ним приходили, я все время сидела, взрослые там занимались, а маленькие дети, я сидела в коридоре и слушали их учения, а потом я на кухне с детьми занималась отдельно. И вот Танечка сидит и прямо на взрыв плачет. Я говорю, ты что за плакала-то? А она, мой папочка же погибнет без таинства, без причастия. И так она рыдала. Я на кухню их вызвала, детей, и там успокоила ее. Я говорю, да папа, может быть, и примет таинство этим. Ну все. А потом, когда рассказывала, и пела им стих о Еве, и Адаме, и Еве. В общем, как и знал Господь детей, как они согрешили, как она плакала, мать над трупом Авеля. Что? Не знаю. А дети сидели и плакали тоже. Им так это пронзило. И все время мы, когда о Христе говорили, я с ними, когда занималась, они всегда плакали. Так она вот в положении ходила, через линию такую, да, с детьми. А потом их в одеяле носила. И все время на проповеди занятия. Неделю туда, неделю сюда. Неделю мы к ним ходили, неделю они к нам. И вот с этими девочками в одеяле с тяжелым, закрученным зимой, через линии ходили такую, да, на занятия. И вот откуда плоды сейчас тоже. И все они, по милости Господней. И как мы с ней, когда они подросли, как мы с ней ходили по бабушкам. Везде бабушкам. Бабушкам везде мы занимались с ними. Как и они сейчас тоже такие же. И сейчас детей своих учатся нужно. А девочки такие не остались. А мы с ними много занимались. Спасибо, Христос. Она на работу идет, а я к ним заниматься, детьми. Помоги, Господи. Столько трудов было выживали. Чтобы все труды не пропали. Хорошо, девчонка. Хорошо, сними ее. Я показывал. Да, нормально. Нормально. А до скольки у нас тут? Еще час прошел только. Час только? Полчаса еще. Так, сколько времени? Час пять. Да, ну, сейчас 30 минут, говорят люди. Вот 25. 25 минут. 16 стих. Я хотел сказать, кто беседует со свидетелями Евгова. Они ничего не понимают. Но вы им скажите. И все дьявы вообще примемят и родят сына. Нарекут имя Ему и Мануил. Дальше не надо. Ему и Мануил, вы верите в это? Что они там скажут? Я сейчас не знаю. Они там новую книгу и вместо Библии держат. А переводится «С нами Бог». Ну, прям пророк говорит. Что доказать, когда прямо пророчество говорит? Назовут им Мануилом, что значит «С нами Бог». «С нами Бог». А они не верят, что он Бог. Так в самом названии это. Исайя 7,14. Исайя 7,14. Они у нас. Игнатий Иванович, так на это они знаете, что отвечают? Они немножко с другой стороны начинают заходить. Они начинают хулить Престую Богородицу. Для начала. Они вообще говорят, ну а при чем здесь человек, женщина? Вы что? Сразу начинают. И приводят в местах Писания о том, что только слушать Бога, а не человека. Мы слушаем Бога. И нарекут имя его. Не ты называешь, а нарекут. Самими действиями везде будет понятно, что он Бог. Ях и с нами Бог. Так они не относят это к сыну. Они не относят. А кому? Просто с нами Бог и все понятно. Нет, наречешь. Родит. Прямо написано «родит». Да, да, родит, понятно. Сына. Ну о ком? Ну какого, когда рожденная женщина, назвали Богом? Тут никак им не вывернуться из этого. Ну нет, им-то не вывернуться. Но они крутятся как бодрилами, однозначно. Никак. Они даже выбросили одно слово «Эммануил» только. Ну? Ефесянный 4,16. Из которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющихся. При действии в свою меру каждого члена получают превращение для созидания самого себя в любви. Полкование. Мысль этого места такова, хотя и неясно высказана. Такова, как в теле дух, нисходя из головного мозга по нервам, не просто сообщает всем членам чувствительность, но сообразно свойствам каждого. Одному, способному воспринять больше – больше, а способному воспринять меньше – меньше. Так и Христос нашим душам, в которые суть его члена, раздает свои благодатные дары не просто, но при действии в свою меру каждого члена. То есть, сколько каждое в состоянии вместить. И таким образом, все тело получает превращение для созидания самого себя в любви. Да иначе и невозможно воспринять вспоможение свыше нисходящего духа, который нас оживляет и возвращает, если мы не будем соединены и объединены любовью как одно тело. Подобно тому, как если бы примерно рука, отделенная от тела, не могла бы более воспринимать воздействие духа, потому что она отрешена от тела. Так и мы, если не будем иметь единение, не получим исходящей от головы нашей Христа благодати духа. Для того и сказал, тело составляемое и совокупляемое, чтобы показать, что члены не просто положены один подле другого, но соединены между собой, и каждый занимает свое место, и не вывихнут, и не обезображен. Итак, наше тело самих в себя скреплять и соединять посредством любви, а дело Христа, главы нашей, виспосылать духа. Итак, вся речь о смирении и единении. Слова же посредством всяких взаимно скрепляющих связей показывают, что дух, разливаемый и подаваемый главой, осознательно касается всех. Итак, тело растет и созидается через то, что подаяние духа касается члена, и что он действует в них, ибо сей значит при действии, или что им доставляет силу действовать. Конец толкования. Ну, говори. А ты рассказать можешь своими словами, не Павловыми? Наглядно, чтобы видели вас, что это такое? Речь в том, что в смирении, единении, если будем находиться все в смирении, единении, то в основном нам будет помогать Господь посылать своего духа, и все будет, на каждом член будет на своем месте находиться. Возрастать, возраст совершенный Христов. Так я понимаю. Что называется связями совокупляемые? Считай, там написано такое. Да. Что члены не просто положены один под для другого. Нет, оригинал прочитай. Так, да. Сущие. И совокупляемые посредством всяких взаимно скрепляющих связей. Каких? Жилы. Связей. Он переносит это на что-то. А что это скрепляет кости, сухожилия, это так понятно. Ну, видишь, как ты рассыплется кости, то есть косточки все поврось рассыпались, не знаешь, куда приложить. А тут они нервы натянуты, плоть, и перерезало что-то, перерезало. Сухожилия. 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 И все, висит, ничего нету. То, что позволяет сокращать себя. А с такой скоростью бежит человек. Все составы совокупляются, то есть соединяются между собой какими-то связями. Да любите друг друга. Сначала разобрать то, о чем он говорит. С чего пример брать. А тогда на другое выйти, на духовный уровень. Вот когда бывает рыба там или что-то, когда так размонтируешь ее, как кости. Голова у карася, это такая сложность, ее не составить. Сколько там косточек у него. И они как-то сцепляются, держатся. И вот здесь вот у нас, почему в коленке шире делается, потому что шире здесь, чтобы шарнир мог входить. Не меньше. Значит, для защищенения у лошади, у коровы, тут шире делается. Кость всегда идет, а потом шире. А там жалобок, в котором движется. И все время поступает смазка. Самая настоящая смазка, как подшипники. Нога-то, видишь, как шевелится-то. И она же там идет, а потом смазка-то не поступает. И все хрустит у меня прямо так, ноги. А что хрустит-то? Она сухая. И везде все это. И в пальце, вот видишь, он здесь шире. Потому что косточка здесь ушевеляется, а эта в нее уходит, и она шевелится. Это не, в этом дело, веки. Я где-то просчитал, что нога если вот так вот вытянутая, кажется, и она что-то такое вот поворачивать не дает. В каком-то положении. Попробовал, правда, не замечал даже, что поворот нельзя. А почему? А в ней защелка там попадает, и чтобы она не повернулась. В каком-то положении. Вот ногу как-то поставишь, так или что-то, и вот так не шевелится. То его надо как-то поднять или что-то, и она вообще не выворачивается. Она там защелкивается. Все это удивительно. Вот Игорь корову он зарубил, последнюю корову-то. Но вымя отдал собакам. Я его режу, но вымя-то большое, мягкое. Но я режу там кошкам, собакам. А из него молоко течет и течет. Я прям пол чашки, наверное, набрал. Обыкновенное мясо, но из него молоко течет. Вот, то есть корова, если внезапно была выстрелом или чем-то убитая, а она была сильно с молоком, то фильм этот Поп-то показывает, она лежит, корова, он ее доит. Немец подошел и доит. У мертвой коровы. Все удивительно. Дива. Это приходит момент. У нас была Вера Федоровна, Золотова, врач, кандидат медицинских наук. И она там, сестры к ней приезжают, они утрами бегали. Ну, они 20 же лет-то я, бабушка уже. И она говорит, у меня в организме все работает нормально. А дальше добавляют, ну, а чего-то же я умру. Умрешь? Ты поддубный умер, и жаботинский там за ним мог. Все умрут. Я сейчас у меня две задвижки будут, а когда наши уходят, я на одну задвигаюсь. Легче дверь будет ломать. Один. Ну, ладно. Это надо заранее обдумать. Валя-то, Конева-то, как она дверь, как по привычке не закрыла, в ванну залезла, и Ваня умерла. А Виктор Николаевич-то пришел, открыл, дверь открыта. А так бы, сколько времени? Она бы там расхвасилась, этот холодец был бы на неделю. Все бы расползывать. Она ждала нас, кто придет и открыла дверь. Потому что она, когда в ванну заходит, она не слышит, когда стучим к ней. А она ждала, и дверь открыла, и поэтому пошла в ванну греться. Она болела. Хорошо, говорит, или плохо? Правильно, говорит, все. Проясняет ситуацию. Она рассказывает, ситуация была с ними связана. Она ждала сестер. Кстати, сегодня поездка будет к болящим теть Маше на гору, туда в этот, как вам там, госпиталь, и к Маргарите. Ей там продуктов надо будет завести, и можно посетить сестру. Потому что, она говорит, улучшения нету, то есть, ну, сестра больная. Поэтому, сестры, кто желает ехать, четыре человека я могу взять. Ну, давай, все, заканчиваем сегодня пораньше, и ты уезжайте. Мне страшно требует приехать. Да, все понятно. Болитесь тогда. Пожалуйста. Достойно есть некого истину, Блажите Тебя в Огородицу, Пресноблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувин, И славнейшую без сравнения Серафим, Без искрения Бога Слова ровшую, Сущую в Огородицу Тя величает. Милосердный Создатель, Во имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, Благослови нас, И сохрани нашей памяти и в сердце слышанные божественные слова. Посети наших больных и близких, Устрои жизнь по воле Твоей, Святой, Парализованному Сергею, Дай здравие, Укрепи его, Господи, Такие невыносимые боли претерпеть, Чтобы на этом примере мы свою боль не считали настоящей. Распусти нас с миром. Тебе, Божья, хвала, Тебе слава, Счастья и поклонения, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отец Небесный, Прими нашу молитву воздеяния рук, Как жертву вечерней, Благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Божий всемогущий. Соедини нашу молитву с молитвами всех святых, Молящих и Тебе на небе и на земле. О Иисус, услышь нашу молитву, О всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. И прими молитву и исполни всех, Кто молится о нас во благо нам. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, Где война идет. Правители сохранят покушение. И даруй духовное рождение патриархам, священникам, Папам и всей пастве их. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, Слушай, ты слышит раб Твой. Сохрани наш труд там, в деревне. Тебе слава за все вовеки. Аминь. Аминь. Помоги, Господи, Чтоб там не размылось до конца. Начинаете закрывать. Продолжение следует.